В мире происходят очень серьезные изменения. Сильно растет численность населения, произошла очень серьезная революция в сфере упаковки, появилось очень много полимеров, пластиков. Буквально 20 лет назад их не было так много. Стало понятно, что проблему нужно срочно решать, срочно нужно что-то делать. В принципе, все подключились к этому, начало более активно меняться законодательство. В целом, какой-то позитивный вектор уже сейчас заметен. Это из пластика, из пластиковых бутылок, грубо говоря, вот это вот сделано? Это сделано из пластиковой пленки, которую, например, упаковывают в аэропортер чемодан. То есть это тротуарная плитка, она 10 раз долговечена, например, аналогичной бетонной плитке. Это только пластик или туда добавляется пластик? Она на 30% состоит из переработанного пластика, на 70% из песка и красителя. Вторичная переработка для нашей страны – это индустрия достаточно новая, которая в данный момент активно развивается. И уже сейчас есть некоторые области знаний, в которых ощущается некоторая нехватка кадров конкретно на этом рынке. В частности, сейчас происходят очень серьезные изменения в законодательстве, очень много реформ, внедряется реформ очень прогрессивных. В связи с этим рынку нужны крутые специалисты в области права, того, как правильно писать законы, как их соблюдать, как в рамках этих законов правильно выстраивать деятельность новых компаний. То же самое могу сказать про специалистов в сфере информационных технологий, так как отрасль растет, развивается, возникает много технологических вызовов в ней. Это часто требует автоматизации, для чего нужны IT-специалисты. Помимо этого, появляется все время все больше и больше предприятий, которые занимаются переработкой вторичного сырья, определяя его сортировкой. И все эти процессы, они так или иначе связаны с каким-то промышленным оборудованием. На рынке востребована такая профессия, как инженер-технолог, который очень хорошо разбирается в оборудовании, понимает, как вертятся какие гайки, и может внедрять какие-то инновационные идеи о том, как модернизировать те или иные производственные процессы.